Но они никогда не возьмут всю свободу! Свободу! Вы знаете, по окончании этой встречи я очень хотел закричать на всю квартиру вот этот боевой клич Мэла Гибсона из фильма «Храброе сердце». ФРИДОМ! Но, знаете, уже поздно, поэтому кричать во весь голос, наверное, нельзя. Но, так или иначе, приятно видеть шотландцев, которые пусть и не обыграли Англию, то хотя бы сгоняли в ничейку. Это, знаете ли, тоже круто. Здесь сразу вспоминается момент из моей жизни. Кстати, когда я как раз открывал свой YouTube-канал, 2016 год, все вот мое творчество на YouTube началось с матча Англия-Россия на Евро-2016. И тогда, до этой встречи, мы сидели с друзьями в баре. Один из наших друзей привел своих коллег, а он учитель английского языка, и там был как раз-таки шотландец, который как носитель языка в школе English First преподает вот в Москве английский язык. И вот, знаете, во время матча Англия-Россия, который мы смотрели в тот день, никто не болел за Россию так активно, как шотландец. Потому что сыграть против англичан, дать им бой, это дело чести для шотландцев. И поддержать команду, которая играет против англичан, это тоже дело чести. В общем, здесь мне страшно представить, сколько будет Вилпита Виски сегодня шотландскими фанатами. Но, думаю, отмечать вот эту ничью с Англией, там будут, ну, как будто они выиграли чемпионат мира или чемпионат Европы. Ну, а мы давайте разберемся с этим матчем поподробнее, каким образом скотиши-шотландцы остановили англичан. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод 24Калуцкий, который также указан в описании, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну и начинаем мы, конечно же, со стартовых составов. И сперва пробежимся по англичанам. Здесь хотелось бы отметить, что по-прежнему команда использует четверку защитников, хотя многие до начала этого евро предполагали, что Англия будет играть в три центральных и два фланговых. Но сейчас команда играет без Магуайра, без своего ведущего центрального защитника. В обороне в результате появляются Минкс и Стоунс в центре, слева шел справа Джеймс. Но здесь хотелось бы отметить, что поменялись фланги обороны. В предыдущей встрече слева играл Трипьер, а справа появился Уокер. Но это в каком-то смысле логично, потому что в матче против хорватов, я еще в своем обзоре отмечал, что бровки у англичан работали не лучшим образом. Но при этом в центре защиты по-прежнему те же самые футболисты, потому что, повторяю, Магуайра нет, он не готов играть, поэтому здесь нужно как-то выходить из положения. В воротах появился Пикфорд, в опорной зоне Райс и Филлипс. И хотелось бы отметить, что вот эти персонажи, которые совсем недавно были малкому известны, на данный момент являются новой связкой центральных хавбеков для англичан. Вот такие вот наследники Джерарда и Фрэнки Лэмпорда. Ну и атака. Стерлинг, Фоден, Маунт и Настерия Кейн, те же самые футболисты, что и играли против хорватов, те же самые функции. Кейн смещается и играет такого разыгрывающего, центрального нападающего. Стерлинг, наоборот, с фланга смещается в центр, насыщает здесь зону. Маунт ищет свободные позиции в обороне соперника. Ну и Фоден, как всегда, много выражает по всему фронту атаки, так как он сверхуниверсальный футболист. В общем, получается, что у англичан все вот эти четыре атакующих игрока, они постоянно находятся в движении, постоянно перемещаются, постоянно открываются кто за спину, как Стерлинг, кто открывается в глубину, как Кейн. В общем, такое брауновское движение, которое является основой для команды Саутгейта. Что касается шотландцев, тут, ну, скажем так, все куда более просто. Команды действуют в три центральных защитника. В этой встрече в центр обороны появился Хенли, Мактомина и Тирни. То есть мы видим, что здесь всего один номинальный центральный защитник, плюс игроки, скажем так, с других позиций, которые здесь оказались в том числе для того, чтобы насытить данную зону. Но при этом хотелось бы отметить, что сама по себе схема вполне себе обоснована. Держаться в три центральных, максимальная плотность и так далее. В общем, все логично. В центре поля Макгрегор, Магин и Гилмор. Вообще чудесное сочетание шотландских фамилий. Два Мака плюс Гилмор. Ну, прямо, знаете, классика дальше некуда. Это Дайкс и Адамс в атаке. Ну и, разумеется, самая главная звезда сборной Шотландии. Это Робертсон на левой бровке на позиции латерали. В рамках вот этой схемы с тремя центральными Робертсон получает наибольшие, скажем так, возможности для подключения к наступлению, для подключения к атакам. Если говорить о ходе матча, то здесь, понятное дело, шотландцы меньше владели мячом, англичане больше контролировали снаряд, пытались играть первым номером, но я бы не сказал, что горцы здесь прямо парковали автобус. Процент владения был 60 на 40, ну, вполне себе приличный для игры против англичан на Уэмбле, а главное, по ударам шотландцы даже переколотили своего соперника 11 на 9. Так что в данном случае следует признать, что мы увидели вполне себе двустороннюю игру. Что касается англичан и в целом их игры, мне кажется, что команда Саутгейта по-прежнему не раскачалась, по-прежнему не вышла на плановый ритм. Что с Хорватией они играли прямо, скажем так, себе, что здесь мы ничего особого не увидели. Да, Саутгейт так или иначе пытается кое-что поменять. В частности, новые крайние защитники Шоу и Джеймс достаточно активно шли вперед и у того, и у другого по две ключевые передачи. И они, так на секундочку, главные креативщики Англии, главные создатели по данному компоненту. То есть, ребята старались, подключались вперед, пытались здесь играть вместе с Терлингом, Фоденом и другими футболистами, которые оказывались на флангах, но шотландцы очень здорово держались. За счет чего? Ну, в том числе, за счет персоналей. Например, если мы возьмем левое крыло их обороны, Робертсон. Знаете, это один из лучших, все-таки, крайних защитников мира. И вот в замечательной комедии Гайричи «Большой куш» был персонаж Борис «Хрен попадешь». А Робертсон — это персонаж, собственно говоря, шотландец «Хрен пройдешь». Вот так можно его обозначить. Но даже если ты пройдешь Робертсона, что очень удобно, на позиции левого центрального защитника здесь играет Терни, который по родной позиции тоже футболист фланга обороны. Так что он мог спокойно страховать здесь Робертсона. И ситуативно Шотландия, по необходимости, могла здесь выстраиваться в дуэт левых защитников на данной бровке. Когда Робертсон и Терни действовали вместе в связке и блокировали активность англичан на данной позиции. На правом фланге обороны шотландцам был, конечно, посложнее. Здесь нет таких крутых персонажей, как Терни и Робертсон. Но, с другой стороны, тут тоже были не последние люди. И в целом оборона шотландцев смотрелась очень даже неплохо. Тот же самый МакТоминай, несмотря на не совсем привычную для себя позицию, бился здесь как настоящий лев. И хотелось бы отметить, что подстраховка здесь была просто великолепна. Посмотрите на тепловые карты трех центральных защитников шотландской сборной. Они здесь покрывали огромный объем позади двух латерарий, которые закрывали бровки. Поэтому англичане, несмотря на активность Шоу и Джеймса, так и не смогли реализовать вот этот вариант с фланговым натиском. А что касается центра поля, ну здесь три центральных хавбека, вообще-то играет сразу шотландцев, которые выполнили в этом матче огромное количество отборов и не позволили англичанам здесь также пробиться через свои позиции. В общем, оборонительная структура у шотландцев была выстроена великолепно. При этом шотландцам в чем-то, конечно, везло. У них там было попадание в штангу, их ворот были другие эпизоды, когда англичанам немножко не хватило, вот знаете, 5 миллиметров, но с другой стороны англичанам тоже в каких-то эпизодах фартило, потому что у шотландцев были очень хорошие моменты, чтобы забить защитникам англичан. Приходилось буквально с ленточки ворот вытаскивать снаряд, когда мяч уже, казалось бы, должен был залететь в пустые ворота, поэтому здесь битва была не на жизнь, а на смерть. Моменты были у тех и у других, и хотелось бы отметить, что вот настрой шотландский, он, конечно, чувствовался. Шотландцы вышли не на матч, но на битву. А вот что касается англичан, ну вот у меня есть ощущение, что они после победы над хорватами, зная прекрасно, что впереди матч с чехами, которые также будут андердогами в матче против англичан, возможно, англичане и не особо хотели здесь убиваться в этой встрече. Для шотландцев все-таки это принципиальное игра, это дело чести, показать себя на Уэмбле против англичан. Для шотландцев это было важно из турнирной точки зрения, ведь у них ноль очков было до этого матча, поэтому разницам настроек чувствовалось. Ну и хотелось бы отметить, что Гарри Цаутгей, на мой взгляд, не лучшим образом, как бы это сказать, менял команду по ходу встречи. Просто вот, например, стартовый план с изменениями на флангах обороны, с появлением новых крайних защитников, он сработал не полностью. И вот мне было очевидно, что нужно было обновлять еще и фланги атаки, нужно было насыщать данные зоны дополнительными игроками и приносить сюда больше акцента. Но почему-то Цаутгей на это не пошел и вообще. Он достаточно пассивно использовал замены, всего две перестановки сделаны англичанами. На скамейке запастых остались такие звезды, как Калверт Льюин, как Санчо, другие футболисты. Вы знаете, это, конечно, большая роскошь позволить себе оставить таких парней в резерве. Но английский тренер может себе это позволить. В общем, мне кажется, что если бы англичане эффективнее использовали свою скамейку, они могли бы дожать шотландцев. Ну, 0-0. Я думаю, что это спрейдривый результат по данной встрече, потому что мы увидели. И, в принципе, этот результат, я думаю, подходит англичанам. Они сейчас находятся в вольготном положении. У них 4 очка перед заключительным матчем с Чехией. Я не думаю, что сейчас англичане прям будут убиваться. Вообще, у меня ощущение, что большинство фаворитов Евро на данный момент играет, ну, знаете, либо на нейтралке, либо на первой передаче. Потому что вот эта ситуация, когда даже с третьего места можно выйти в плей-офф, она вот эта ситуация слишком расслабила ведущие команды. И поэтому сейчас все они пытаются выигрывать на холостом ходу. Все они пытаются добывать очки, не тратя лишних сил. И они экономят энергию на плей-офф. Видимо, там мы и увидим настоящую силу. И англичан, и испанцев, и тех же самых французов, и немцев. Ну, а пока смотрим такую вот демо-версию всех этих команд. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну, и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.